всем привет новости автоваза в палитре эмали для автомобилей лада в этом году не будет фирменного цвета лайм вероятно снятие с покраски лайма связано с низким спросом на этот цвет поскольку доплата за него составляла 35 тысяч рублей при этом цвет карфаген обходится 18 тысяч рублей остальные еще дешевле 12000 а за белый ледниковый доплачивать не нужно также в нынешнем году будет много оттенков красного от ярко-оранжевых тонов до глубокого вишневого это марс 130 огненно-красный 124 апельсин 111 для любителей глубокого фиолетового цвета подготовлен бенефис под номером 135 кроме этого ожидается и другие новые цвета это барокко аурум техно пума скорее всего разнообразие мали потребителей смогут увидеть сначала продаж с из лейтинговой версии лавы гранта лада место на бензине и электричестве скоро начнутся тесты как уверяет сми специалисты о электротранспортной технологии сконструировали уникальные электродвигатели для гибридов у нового электромотора одни самые высокие показатели мощности на рынке частота вращения 10000 оборудов в минуту и кпд 93 процента при этом он имеет компактный размер и стоит в два с половиной раза дешевле аналогов двигатель двиг 40 сделан по принципу синхронной тяги по мощности аналогичен двух литровому дизелю и создан для автомобилей массой до трех тонн сделан он из железа и меди все детали арсийского производства это делает его одним из самых дешевых в мире он не боится перегрева и пиковых нагрузок которые могут достигать 80 киловатт при номинале 40 киловатт в настоящее время по о это т начал изготавливать действующий прототип гибридной силовой установки тестировать его собирается весной этого года в качестве базы бигабридной установки выбран автомобиль лада веста по какой схеме будет построена гибридная лада последовательные или параллельные пока не сообщается совсем недавно всех шокировал новость о том что веста кросс вскрыли для отключения сигнализации чтобы посетить колеса и вот еще один такой же случай и тоже по такому же сценарию все владельцы мест и кросс берегите машины оставьте секретки и так далее ну и и немного статистики цифр самая продаваемая моделью в россии по итогам февраля стал киа рио было продано восемь тысяч девятьсот семьдесят девять машин на втором месте лада веста восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть машин это на 523 машина меньше чем рио третий результат показала лада гранта шесть тысяч восемьсот шестьдесят один реализованный автомобиль и еще такая интересная статистика за период с октября 2016 года то есть со старта начала продаж и по январь уже этого года в россии суммарно было реализовано семь тысяч девятьсот семьдесят два автомобиля лада веста св и св кросс при этом на долю кросс версии приходится 4274 экземпляра что соответствует 54 процентам оставшиеся 3698 единиц это продажи лада веста св доля 46 процентов как отмечают эксперты в разбивке по месяцам доля реализации лада веста св кросс стабильно превышает 50 процентов причем в январе этот продаватель достиг 58 процентов что эквивалентно тысячам 435 проданным автомобилям всем пока